Друзья, всем привет! Мы едем, как и обещали, в Донецкую область, а именно в Авдеевку. Позади меня в бусе загружена гуманитарка около двух тонн. Здесь есть как печенье, так и влажные салфетки, женская гигиена и все, что необходимо. Также мы для военных везем окопные свечки, для людей зажигалки, спички и для военных мы еще везем одежду. Поэтому хочу огромнейшее сказать всем спасибо, кто принимал в этом участие. Хочу огромнейшее сказать спасибо Антону Болтику, Олегу Мальку, Марку и его церкви, которая предоставила нам очень много продуктов питания. А также хочу вам сказать, дорогие подписчики, вам огромнейшее спасибо за ваши донаты, которые вы нам накидали. За эти деньги мы купили солярку, мы купили продуктов, то бишь все мы купили благодаря вам. Мы едем в Авдеевку. Как приедем, мы включимся. Как вы уже поняли, да, что до Авдеевки нам осталось 6 километров. Не знаю, камера успела захватить табличку с указанием Авдеевка, 6 километров. Скажу так, мы уже проехали 5 населенных пунктов, все пустые. Один населенный пункт просто уничтожить. Авдеевка, это Украина. Вот так вот она выглядит. Вот теперь и русский мир. Друзья, доставляем у меня вторую помощь в самое пекло. Это Авдеевка. Там рассказывают, что 9 лет бомбили Донбасс, так вот Авдеевка находится рядом с Донецком. Все 9 лет Авдеевка находится вот в таком вот состоянии. Люди есть, сейчас мы будем ездить, искать на этажке. Уважаемые жильцы Авдеевки. Мы приехали из Харькова. Понимаете, да, километраж какой? Собирали мы всей Украиной. Я Харьковский блогер, это мои коллеги. Мы сразу говорим, мы не волонтерская организация. У меня есть подписчики, которые нам донатили. Спасибо. И мы купили на это товар, свечки, продукты питания. Тут все есть. Умнитарка очень хорошая приехала. Не знаю, как вам приезжать сюда. Умнитарка вообще. Мало. Мало? Давайте, смотрите так. Мы уже в полдонецкой области объездили. Вы слушайте меня внимательно. Давайте, так как у нас сейчас обстрелы идут, чтобы мы меньше маячили здесь. Работаем очень быстро. Без толкодней. Сколько тут примерно человек? Полтийник. Где-то больше сорока. Полтийник. Полтийник человек. Всем хватит всего. Я так понимаю, еще у нас... Тихо-тихо. Нам еще нужно будет в другие точки тоже попасть. Понимаете? Это вы так 9 лет вот так вот живете? Я просто не могу понять. Мы все тут местные. Отопление света не было. Нет, вообще ничего. Какой у вас мэр? У нас мэра не мая. У нас виску на целый раз. Мэр нас вдруг обстреливает. Мэр вас обстреливает? Да. Это плохо. Сказала, у вас еще рынок работал. Перед 2 часа рынка нет. Я понял. Сейчас мы откроем этот... дверь и будем выдавать. Смотрите, в первую очередь мне нужно у кого дети. У кого дети? У кого дети? Первый ребенок вообще без разницы. Ну, не... Так, девочка есть, да? У кого еще дети есть? Мама, мама, я давай ребенок еще дети. Вот, 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 все равно скажу. Все. Он на канцелях. Нет, он, дети. Ну, и такие вот, как вот дедушка, тоже будем это... в первую очередь. Вадим. Ножницы? Это к чему вопрос? Что-то отрезать. У меня ножик еще есть. Выпросить вас ножницы. У нас нету корма, мы корм не привезли. У нас нету корма, мы корм не привезли. Улыбнись, хорошо. Улыбнись, улыбнись. Улыбнись. Ну, сейчас тебе очень много сладкого до них будешь? Я стесняю, она просто не перешла. Нет, она просто с другими не общается. Тебе страшно тут жить? Скажи, пожалуйста. Третий тоже. Конечно. Я понял. Станьте в одну шеренгу. В одну шеренгу. Сдайте, всем хватит, еще раз говорю. Вы слышите взрывы, какие идете? Мы тут собираемся. Давай, вот ребенка отпустим, вот докидать всего тут. Да, мы сейчас найдем, там где-то есть детство. Ну что, давай раздавать, пока ты. Ну, давай, сейчас мы дете дадим, надо еще кульки. Ключик есть? Так, держите. Держи, держи, вот, вот, держи, вот, ребенок, держи. Бери, это тебе. Вот, вот это твое. Вот тут конфеты, мандарины. Давайте мы вам еще вот, вот этого насыпем. Станьте, пожалуйста, в очередь. В очередь, станьте. В очередь, станьте. Станьте, пожалуйста, в очередь. Давайте, потому что нужно, взяли и ушли. Я еще раз говорю, в очередь, станьте, не надо нагребать. Вот, 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 вот. Все, бабушка, взяли и отходим. Отходим. А что ты, это же не детское ты хоть даешь? Нет, нет, это не детское. Точно? Вон так, все, пошли, пошли. Все, бабушка, отходите в сторону. Спасибо. Водичку вас нельзя взять. Можно, можно. Водичку можно, пожалуйста. Спасибо. Дадим. А мне постоять, дождать? В подсчете, да. Водичку и пакеты прокладки можно быть? Это детский, да? Бабушка, иди. Мне еще и будут сыпать, мне сказали. Сейчас я тебе... Да, 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 сойдем. Смотрите, пакеты все разные, сразу, чтобы не было вопроса, что мне дали, не дали. Мы не знаем, что в пакетах. А вы там уже сами между собой уже определитесь. Так, дитё. Да, подождите, подождите. Извиняемся, что оно помялось все, но это лучше, чем ничего. Апельсины ела ты, дитё? Ела. Ела, это хорошо. Сейчас мы вам еще воды дадим. Подождите. На, те. Сейчас. Ребенок. Так. Ничего. Тихо. Воду дай. Все. Стойте, я вас сфотографирую. Чуть-чуть в сторону, встаньте. Там в пакетах, там, в принципе, и свечки есть. Мы вам будем додавать по одной свечке. Ну, я вам так скажу, что это как бы на детей все рассчитано. На нас нет, мы сами не дадим. Уже не дают. Магазины, аж не работают тут? Нет. Там пару магазинов. Как вы всем даете? Ну, нате, нате. Там мы не боимся. Если бы мы боялись, мы бы сюда, наверное, не приехали. Правильно? Как там Харьков живет? Харьков тоже под бомбежками. Ну, конечно. Как холодная гора. Холодная гора нормально, процветает. Медикаментов нету? Нет. Мы, нам нужно сейчас разгрузить машину и... Мы с вами печенечки. И свечи дайте, что-то тут маленькое. Я понял. Держите. Харьков, да, ребят? Да. Мы с Харьков. Так и назоветесь Аддос Харьков? Адос Харьков так и называется. В Ютубе. Это все в Ютубе, в Инстаграме там. Это все мои подписчики, как бы, собирали деньги на то, чтобы мы хоть что-то... Спасибо. Можете дать вам вот одну свечку, а то я не получил. Одну свечку? Да, да, я понял. Сейчас я дам. На, держи. Спасибо вам большое, что к вам приехали. Да вот работа. Спасибо большое. И вот это каждый день вот так наваливаю, да? Друзья, это Авдеевка. Еще раз повторяюсь. Вот так вот люди и живут. Хочу огромнейшее сказать вам, мои дорогие подписчики, за предоставленную финансовую помощь, за ваши донаты, которые вы нам задонатили. Я вам очень благодарен. Мы на эти деньги купили солярку, мы на эти деньги купили продукты, мы купили свечки, мы всего много накупили. К сожалению, не можем мы помочь всей Авдеевке, потому что физически у нас не хватит с вами сил, чтобы... Мы же правильно с вами не мэр города, который должен заниматься этим всем. Мы то, что можем, мы делаем. Сюда не ходят поезда, потому что просто все перебито. Город просто мертвый. Смотрите, мы приехали из Харькова, мы не волонтерская организация. Я харьковский блогер, это мои коллеги, благодаря военным мы попали к вам, потому что если бы не они, мы бы сюда не доехали. Поэтому деньги собирали с подписчиками, на эти деньги мы скупили продукты питания, свечки и все, что необходимо. Поэтому другие города Украины никто не забывает про Донецкую область. Могу сразу вам сказать. Спасибо. А если у меня бабушка дома, она глупая, ей 92 года, вон она сидит. Хорошо, дадим. У нас 30 человек здесь в подвале живет. Мы на 30 человек сейчас дадим. 30 человек, вот, да? Да. Кто у вас тут главный? Вот он. Вы главный. Так, а что давай выставим 30 пакетов, да? Давайте 30 пакетов. 30 пакетов. Мы сейчас докинем. Так, а ну, собак поубирайте, пожалуйста. Ну, давайте. Надо скорее, потому что стреляем. Мы все прекрасно знаем. А скажите, часто гуманитарка приезжает к вам, чтобы мы поняли? Нет, нет. Просто мы, я буду акцент делать на то, что мы в Авдеевке, и люди, чтобы понимали, что гуманитарка не приезжает. И мы попробуем организовать... Нет, подожди, смотри, поселок спальный район, там чаще обслуживают. А к нам редко займают. К вам редко, но мы будем делать акцент на это все. У нас интернета нету. А как-то от нас поблагодарите этого самого? Метинвест. Метинвест за уголь. Это не с Метинвеста. Нет, нет, я понял, я понял это самое. Ну и, естественно, и вас поблагодарить. Но мы не можем, у нас интернета нету, понимаете? Смотрите, это благодаря моим коллегам. Это Антон Болтик, Олег Мальборо, Марк, который сделал большую помощь. Это мы тоже благодарим вас. Давайте, давайте. Но просто у нас интернета нету, а Метинвест привез нам уголь. Значит, Метинвесту мы сделаем пламенный привет. Да, привет от вас. Вот это я прошел. Да. Друзья, приехали мы на больницу. Хочу еще раз сказать огромнейшее спасибо всем, кто принимал в этом участие и будет принимать. Потому что я надеюсь, что мы еще раз сюда приедем. Хочу огромнейшее спасибо Диме Соханю, который помог свечками, помог спичками. Все такое необходимое, которое было, мы пофасовали по пакетам. Также хочу сказать огромнейшее спасибо Олегу Мальборо, Марку огромнейшее спасибо, и Антону Болтику, и Димасу Донбассу за предоставленную гуманитарную помощь. Ну и конечно вам, дорогие подписчики, за ваши донаты, которые вы нам задонатили. Мы едем дальше раздавать гуманитарную помощь, мы в Авдеевке. Большое спасибо за помощь. У нас очень тяжело здесь. Время такое. Вы заметили. Да, это самое. Не будем рассказывать, но все хорошо. Спасибо большое, что не забываете. У нас есть еще полотенце. Сейчас дам полотенце, еще покрывало. Так как вы в больнице находитесь, достанем в эти ящики. Бывшая. Бывшая больница, да? Да, все попали. Так что все доезжает, никуда ничего не пропадает. Все вот тут. Конечно, благодаря. Здесь сейчас мы еще... Огромнейшее спасибо Марку за одеяло там, по-моему, чьи, что там у него было. Все, едем дальше. Детский сад. Русские рассказывают, что они не бомбят мирное население. Это базар. Это базар. Друзья, а вот так вот люди живут в подвалах. А есть кто-нибудь? Мы привезли вам гуманитарку. Сейчас, одну секундочку. А сколько у вас много? Пять раз. Сейчас, секунду, отденемся. Вот так, друзья, вот так вот люди живут. А вы говорите. Вот так люди в подвалах и живут. Мы приехали из Харькова. А как же у вас там? А мы держимся. Как у вас? Держитесь. Да. Да, я вам серьезно говорю. Я харьковский блогер. Вместе со своими подписчиками мы собираем, как у нас называется, донаты, то бишь деньги. И мы на эти деньги покупаем все необходимое. Непосредственно все подготавливают под Авдеевку. Сегодня мы привезли около двух тонн. Мы там раздали, там раздали. Ну, под Богом же все ходим, понимаете. Вот, поэтому... Ну, то надо... Господь Бога Ден спасет. Ну, целую дорогу молились, ехали. Я представляю. Идем на Паркалёк. А что вы не выезжаете вообще-то в Грюмин? У вас что там лучше? Где лучше? Ну, Парков не так сильно бомбят, Днепро не так сильно бомбят, что мало куда ехать. А там что бесплатно жить? Расскажите, пожалуйста, за такие тысячи пенсии можно жить? А вам пенсию тут хоть привозят или нет? Нет, уже мы тут ее не получим. Нет, у нас еще на карточках есть. Нет, ну, так же наличие не получают. Еще в том месяце. Какие были наши люди снимали? Вам прокладки нужны такие для девочек? Ну, там... Да, да, давай. Дочечки мои. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И живут. В пакетах где-то есть должна быть. Мы просто приехали первым. Да, заходите, берите, берите. Заходите. Так вот стараемся, друзья. Понимаете? Ездим в самое пекло. Едем дальше. Сейчас мы вам покажем, как люди живут. Да, смотри, три ступенечки. Три ступеньки увидим. А дальше свет у нас. А дальше у вас свет, это хорошо. Смотрите, осторожнее. Крутая на ступеньках, потому что когда-то делали. Вот еще, я говорю, когда-то ее делали, ну, пионер. Друзья, от первого лица вам показываю, как люди... Сейчас, сейчас. Тут у нас туалеты. Тут у вас туалеты, да? Да, вот это вот наша помещение. Проходите. У вас довольно-таки тепло здесь. Ну, так печечка. А, буржуйка, да? Да. Здравствуйте. Здрасте. Если бы не печечка, тут был бы морозильник. Вот так вот, видите? Ну, да. Так что, друзья, то, что в Харькове у нас отключают свет, это еще не есть очень плохо. Вы с Харькова сами, да? Да, я харьковский блогер. Ну, мы, если что, уже 10 месяцев без света мы уже прыгали. Мы уже без света прыгали. Да, я понял. Пошли сюда, что-то, смотри. Чтобы это понять. Ну, смотрите, один раз. Здравствуйте. Мы здесь раньше хотели чипи увар делать, чипи бильярды. Что-то так же, видите, стены порисованы. Не понял. Был, короче, заброшенный подвал. Не, ну, я вам скажу так, цивильненько на самом-то деле. Ну, так здесь не сражаете, понимаете, дом-то на случай разбитый, все, смашку быстро мыли. Потихонечку переносим, видите. Мы готовились к такому опаду. Ну, да, новогоднее что-то, да? Я понял. Вилка, он напротив России, где-то все поставили. А как вы телефоны заряжаете? Мы ходим на СС, ходим. Седьмая школа, тут есть седьмая школа, там одна единственная вышка, которая в городе работает, от генератора. И там она заряжается. Видите, уголок есть у нас. Так что, вот такая вот, и там, что у нас. Так что, вот так вот живут люди в Авдеевке. Фронтовая, фронтовая Авдеевка даже. Это 9 лет получается? Да, да, да. А мы в этом подвале 9 месяцев. Вот 24-го, а уже будет 10. Ну, передовая, у нас вот так вот, если сейчас я вам скажу. Смотрите, так сейчас прямо находится Спартака. Левее промзона, правее аэропорт. И вправо-клодочек, пешки. Аэропорт Донецкий, да? Да. У нас же тут все, и вот это вот мы все 9 лет на передовой. Ну, тут уже майонезы, свечки, такое. Ну, все, что это куплено за деньги подписчиков, которые мне задонатили. Я поехал, все купил. И максимально то, что это. Плюс солярка, все это. Спасибо большое. Огромное спасибо. Ну, чем можем, тем помогаем. Харьков, ни про кого не забывают. Все, как бы, нормально. У вас там все какой-нибудь котишек? Да, ну, такое, как бы, держимся. Держимся. Вот, чай еще. Там на столбах. Я хочу, чтобы большой свет включить. Я думал, что вам таки какие-то. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Да, лучше заснять просто видео, если сейчас еще Слаша зайдет. Ну, так вот мы живем. Вот вам, пожалуйста, быт людей, которые живут 9 месяцев в подвале. Да, вот это наш быт. Молодцы. Молодцы, да? Ну, очень красиво. Стараемся. Это нас спасло тем, что у нас в городе перед самого начала сделали, поставили солнечные батареи по городу, чтобы люди могли заряжать телефончик и все вот это красиво. Все равно был хороший парк, пока они не разбились, и мы отмыл батарею побить, притащили сюда, проверили, но дает она мощность. Вот это благодаря ей, этой солнечной батареи. Так что, ну, если у вас будет разнообразие, у себя там, хорик, ищите батареи, хоть небольшие, но ищите. У нас многие закупили с генераторами по этому. Да, генератор это, я вам скажу, генератор, когда так вот сейчас обстрел идет, он тарахтит. Во-первых, не слышно, а во-вторых, кто-то может услышать. И нам же не за что столько приобретать бензин, а нас, понимаете, сидим уже, можно сказать, без зарплаты, без ничего. И ничем нам никто не помогает. А мы не только сюда вообще, что ли, не заезжаем? Нет, мы только ездим, понимаете, бензин покупают. Вот нам на бензопилу мы покупаем бензин сами. А что генератор заправить, вы сами понимаете, что это. И то еще надо найти, у кого купить его. Город закрытый. Город закрытый, да? Ну, а что тут одна дорога заводская вот эта, не дай бог она сейчас под обстрелы попадет. Все, 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 что никто не заедет, не выйдет вообще. Только что может военные ночью как-то чего-то. А так, поверьте, город вот это, благодаря гуманитаркам, благодаря гуманитаркам, что хотя бы вот это вот мы существуем. Потому что на самом деле, кстати, работы в городе никакой нет. И не будет уже. Все здания видели, все здания побиты, все побито. Но людей практически нет. Есть, нет. С половиной где-то три. Около трех тысяч в городе есть у нас. Около трех тысяч, да? Да, вот так вот по всем подвальчикам, по всем этим самым. Кто у себя в доме делает, кто чего. Было вот это вот у нас богомольцы. Слово жизни вот эти все. Они вот это вот закупили, завезли вот эти вот печь, брыжочки. Да. Понял, что она более-менее экономичная и хорошая. Что она и на дровах, но и чуть углем. Ну, тепло дает она. Не, ну тепло в подвале. Без нее была бы еще ожирка. Тут был бы морозильник, морозильная камера. А степенную дрова температура была бы толку никакого. Так что, дорогие подписчики, все доехал, а будем ехать дальше. Вы все увидели. Так люди в подвалах и живут. В подвалах и живут. А некоторые плачутся. Света нету. Света нету. Два часа, да? Поэтому не надо плакаться. Свечку купили, спичку запалили. Размножайтесь. И размножайтесь, как мои коллеги говорят. Едем дальше раздавать гуманитарку. Это школа, чтобы вы понимали. Здравствуйте, а есть кто-нибудь? Ну, хорошо, хорошо. Кабинет на чутковой классе. Вот так вот люди тут и жили. Ой, жили, я говорю, учились. Люди! Выходите, пожалуйста. Вас здесь много? Здравствуйте. Да, сейчас идем. У вас много здесь? Я не помню, человек 15-20. Выходите, пожалуйста. Побыстрее, пожалуйста. Если можно. Это раньше было училище. Поторили специалистом для курсакинзавода. Ага. А потом стало школа. Вот так вот русские кричат, что не бомбят. Оказывается, бомбят. Ну, вы все поняли. Здравствуйте. Здравствуйте. Приехали мы с Харькова. Да. Привезли вам агнитар. Молодцы. Сейчас, сейчас, сейчас. Много у вас это есть? Сколько? 15 нас или... У вас еще и детки есть, да? Один. Один. Девушка у нас есть. Дадим им цветы. Дадим. Пойдемте до улицы. Пошлите на улицу. Здравствуйте. 15 человек, да? Я не знаю, сейчас придется. Так еще с на этой стороне. Она точно знает. А у вас и с одной стороны есть? Ну, да. Да, еще одна. Еще вот тут вот. А может кто-то сбегать, позвать? А им сказали вроде бы. А, уже сказали, да? Хорошо. Хорошо. Любаня крикнула еще раз. Да. Чтобы всем их крикнула. Да, да. И вот это каждый день, да, вот это стреляют? Да. 20 дней. Каждый день без остановки. Это еще не столько дней. Это еще так сяк. А когда начали так сильно стрелять вообще? 20 дней уже. Не, не, с какого месяца? С февраля с прошлого года. Мы год сидим. В феврале уже год будет. Вы год сидите в подвале, да, получается? Да. В феврале уже год будет. Ну, феврале будет год. Все, все, все. Поняли, приняли. Там нету ничего такого? Воды дышит. Ну, ты добавляешь, что там нету, что ни риса, ни чего такого? Нет, там петомолит. На. Тушенку же ложи. Да, да. Сейчас мы вам еще тушенки дадим, побалуетесь. Ой, спасибо. А вот тут вы не были еще, у нас есть дом. Нет, ну, мы много не дадим, потому что мы не можем всю Авдеевку затарить, понимаете? Мы там поехали чуть-чуть и дали людям. Все, хватит в аппарку. Ты подкинул тушенки? Да, да, да. Маленькие подкинул. А вот это Житомир Ласса чуть-чуть. Дай пару пакетов. На, тебе тоже. Спасибо. Одного пакета? Да. Ты давала, что не угрожаешь. Вот это готового. Вот эту давай гречку. Так, что еще давай? Каша гречана, отдай. Камой год, бабушка, нельзя как разграничить. Камень. 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 Ну что я вам могу сказать? В Авдеевке полная жута, как и в Бахмуте. Мы там не проедем. Или проедем? Как не проедем? Это ж бложь. Вы уже сами видели, как люди живут. Полная шопа. Донецк возле нас 7 километров. Сука, 7 километров. Да, 7 километров. Это нас занесло. Кто если не знает, где Авдеевка находится, заходите на Google Maps и вбивайте Авдеевка. Мы по Авдеевке сейчас ездим. Вот, глядь, прилет. Он такой крепкий. Вот так выглядит микрорайон в Бахмуте. Авдеевке. Все окна выбиты. Здравствуйте, а много вас тут живет? 6 человек. 6 человек. Умнитарку вам привозят. Привозят. Не выйдет. Не выйдет. Короче, как-то так. В общем, друзья. Раздали мы гумнитарку. Уже темнеет. Мы уже все устали. Вы все увидели. Как живут люди. Что происходит в городе. Поэтому еще раз хочу сказать огромнейшее спасибо. Всем подписчикам, которые нам помогали финансово и продуктами питания. Всех отмечу под видео. Друзья, не знаю, как видно, уже темно. Вот и подошла наша гуманитарная миссия в Донецкую область, а именно в город Авдеевку. Вы прекрасно все сами увидели, как живут люди, во что превратился город и что происходит каждый божий день. Я хочу еще раз сказать огромнейшее спасибо всем моим коллегам Антону Болтику, Олегу Мальборо, Димасу Донбассу, Кедру, Марку и его организации за предоставленную гуманитарную помощь, которую мы привезли непосредственно в Девку. А также отдельное хочу сказать спасибо вам, дорогие подписчики, за вашу поддержку и в то, что вы верите, в то, что я делаю со своими коллегами. Мы въездим в самые горячие сука точки. Поэтому еще раз всем огромнейшее спасибо. Мы едем на Харьков.